Здравствуйте! Вы смотрите наши новости. В студии для вас работает Анастасия Шерстобитова. Уже середина недели. Спасибо, что этот вечер среды проводите в компании СВОЁТВ. Мы в прямом эфире. И в начале краткий анонс главных тем. День иконы Казанской Божьей Матери. Почему село Романово сегодня стало местом притяжения для верующих? И вот Матерь Божия нам помогает нам в жизни сущности. Быть или не быть. В России обсуждают инициативу по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Отлично. Женщине больше будет свободного времени. И полмиллиона просмотров за час. Наша телекомпания попала в ролик на странице известного комика Гарика Харламова. Дима, ты дурак? Об этом не только. Смотрите на СВОЁТВ в ближайшие 30 минут. Сегодня ночью весь город Березники был свидетелем настоящего урагана. На улице Ленина рухнуло дерево, Карла Маркса осталось без уличного освещения. Часть Советского проспекта также погрузилась во тьму. Та же участь постигла Суханова и часть Усолья. А вот у дома номер 3 по улице Юбилейной в буквальном смысле слова взлетела крыша. Татьяна Лихарева приехала по гостей с детьми к бабушке. Ночью они были разбужены жутким грохотом, а утром вместе с соседями обнаружили, что крыша их дома разлетелась по двору. Я обращаюсь по телевидению для того, чтобы эта ситуация стала известна не только жителям нашего дома и нашего района. Но, к сожалению, все вот эти вот дома по улице Юбилейной, они не принадлежат никакой управляющей компании. Здесь нет товарищей собственников жилья. Дома старые, ветхие, и никто не хочет браться за их обслуживание. На прошлой неделе жители уже скинулись и отремонтировали козырек подъезда, рассказывают они. Весной отливали подмостки, чтобы стены их дома не гнили, а зимой чистят снег также своими силами. Видимо, и ремонт крыши, пострадавшей после урагана, тоже ляжет на плечи жильцов. Продолжу по-настоящему прекрасной новостью для православных верующих. В Березниках на новый уровень вышло строительство Никольского храма. Сегодня начали наносить первые штрихи на стены святыни. Событие, которое без сомнения войдет в историю города. А в будущем его будут с трепетом изучать искусствоведы. В куполе центральной части будет изображена сцена Вознесения Господня. То есть это последний момент, когда люди видели злого спасительного места. Роспись на стенах будет повествовать об истории самой церкви. Поскольку храм посвящен святителю Николаю, Дмитрию Солонскому и Сергию Радонежскому, то в росписях будет раскрываться их жизнь. Художники при создании эскиза в первую очередь ориентировались на высокий стиль строгановского письма. Этап украшения стен – это один из конечных по благоустройству храма. Впереди оформление территории и озеленение. Подробный репортаж о том, как сейчас ведется возведение самого большого храма Березняков, выйдет в эфир завтра в вечернем выпуске новостей. День самой почитаемой у православных иконы Казанской Божьей Матери сегодня. 21 июля христиане отмечают один из наиболее значимых христианских праздников. В связи с этой датой храм Сретения Господня в стиле Романово посетили сегодня березняковские паломники. Почему ими была выбрана именно эта святыня – смотрите в материале «Любови Битнер». Восемь часов утра храм в селе Романово. Именно здесь находится старейшая икона Казанской Божьей Матери. Несколько лет назад она, уверяют священнослужители, чудесным образом преобразилась. Из совершенно темного и закопченного лик святыни безо всякой реставрации посветлел и обновился. Неподалеку от памяти Госпаршему Русь гражданину Минину и гражданину Божьей Матери возносятся перед веком Казанской иконы на линии. Не только о местных чудесах, но и о других приметах и исторических фактах, связанных с иконой Казанской, посетителям храма Сретения Господня рассказывает прихожанин Виктор Власов. Таким образом, в церкви можно побывать не только на богослужении, но и с просветительской целью. В миру это называется изучать предметы. Здесь есть Казанская Божья Матери, есть Казанская икона. А почему-то она именно такая, какие у нее традиции, чем она знаменита. Для этого нужно уже что-то смотреть, где-то искать. Как раз с такой целью прибыли сюда и паломники из Березняков. Им удалось не только послушать проповедь, прикоснуться к святыне и причаститься, но и пройти по закоулкам старинного храма, построенного в селе Романово еще стараниями солепромышленников Строгановых. Например, тут есть уникальный иконостас, выполненный мастерами Строгановского письма. Екатерина Дьякова осталась в восторге от такого посещения. Ну, как сказать, я сейчас заплачивается. Все праздники для меня очень близки. Я человек деревенский, выросла деревня. С детства это меня впитали, так что все это мне. Казанская икона – одна из самых почитаемых в России. У нее неисчислимое количество точных копий, которые верующие также считают чудотворными. В церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника. Православные вспоминают само обретение иконы. Это произошло в 1579-м, когда на пожарище в Казани десятилетняя Матрона нашла нетронутый огнем лик. Предание гласит, что точное место, где лежала святыня, ей указала сама Богородица. Событие случилось 8 июля по старому стилю, по-новому – 21-го. Еще одно празднование церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. И вот Матерь Божия, она помогает нам, помогает нам праздновать жизненные обстоятельства. Она нас укрепляет, она нам дает надежду, что наши лихи будут прощены пред Богом. И поэтому мы вот с такой вот надеждой не обращаемся. Традиционно около иконы Казанской Божьей Матери было очень много золотых украшений. То, что люди передавали храму в знак, в дар за какие-то хорошие, добрые дела, которые они попросили исполнить у иконы. Однако в этом году таких украшений нет. Планируется, что в следующем году, благодаря переплавке этих украшений, у иконы Казанской Божьей Матери появится новый оклад. Не стыда, не совести. В Березняках неизвестные лица разрисовали доску почета. От рук вандалов пострадало сразу несколько портретов уважаемых жителей города. Подробности инцидентов в патрульной рубрике расскажет Алина Багрянская. Алина, слушаем тебя. Приветствую. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Информация о вандализме будет направлена администрации в полицию для принятия мер. Если вы стали свидетелем происшествия, либо узнали кого-либо на видео, просим сообщить об этом в полицию. При этом есть и хорошие новости. Все испорченные портреты уже, к счастью, восстановлены. От камеры видеонаблюдения не сумел скрыться и другой антигерой нашей рубрики. Сейчас речь пойдет о похитителе терминала в продуктовом магазине. Все произошло еще 30 мая по адресу Мира44. Мужчина тайно похитил аппарат терминал сбора данных товаров, причинив ущерб на сумму более 19 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. В краже подозревается молодой мужчина с русыми волосами, одетый в черную кофту с белой надписью «Адидас», черные штаны с белыми лампасами с надписью «И черные кроссовки». Просьба тем, кто узнал подозреваемого или что-либо знает о его местонахождении, позвонить по телефону на экране. К дорожной сводке на трассе Перм-Березняки накануне загорелся пассажирский автобус. Он следовал в сторону краевой столицы. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, огонь в итоге полностью уничтожил транспортное средство. По данным ГИБДД, возгорание произошло около 14.40 на 98-м километре трассы. В результате инцидента никто не пострадал, так как автобус ехал без пассажиров. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания. И закончу ужаснейшей трагедией. Под Пермью водитель без прав насмерть сбил 16-летнюю беременную девушку. Она шла с дачи вдоль дороги. Мужчина скрылся с места преступления, а будущая мать, к сожалению, скончалась в реанимации. Она была на девятом месяце беременности и ждала двойню. Авария произошла 19 июля в половину девятого вечера. Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю, девушку сбил 41-летний водитель ВАЗ-2113. После наезда мужчина пытался сбежать, но его почти сразу задержали сотрудники полиции. От медосвидетельствования он отказался. В правоохранительных органах пояснили, что в апреле 2021 года мужчину лишили водительских прав. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Соболезнуем семье погибшей. На этом у меня сегодня все. Настя, продолжай эфир. Спасибо, Алина. На этой неделе в Березняковской администрации проходят очередные думские комиссии. Одним из важнейших вопросов стало утверждение положения по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Березняков. Мария Динова расскажет подробности. Новое положение утверждается в связи с изменениями краевого законодательства. Ранее этот документ утверждался постановлением администрации. Сейчас законодательством предусмотрено утверждение положения представительным органам. Документ устанавливает порядок рассмотрения заявок на инициативное бюджетирование. перечень необходимых документов, организацию собрания жителей и так далее. Согласно изменениям с инициативой о внесении проекта инициативного бюджетирования в праве выступить инициативная группа численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории муниципального образования. Также это могут быть органы ТОС и старости сельского населенного пункта. Очень важно участие в этом вопросе депутатов, ведь к ним также обращаются активные жители с идеями благоустройства городских территорий. У меня сейчас на контроле находится вопрос по реализации проекта инициативного бюджетирования площадка по дрессировке и выгулу собак. С инициативной группой мы уже составили проект. Сейчас определена территория, ведутся переговоры с администрацией города и управлением благоустройства. Все мы сейчас видим, как реализуются проекты инициативного бюджетирования, насколько город становится ярче и как появляются площадки для детей и молодежи города. Помимо площадки для выгула собак, сегодня известно и о других заявках на конкурс. Это спортивная игровая площадка ТОСа Южный, игровая площадка в городском парке «Волшебный мир детства» и благоустройство спортивного городка для пляжного волейбола. Напомним, несколько проектов прошлого года сегодня реализуются за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования. Среди них детская площадка на Ленина 49. На следующей неделе планируют уже установить оборудование. В этом году старт по сбору заявок от граждан начинается уже с 1 августа и продлится до 21 сентября. Более подробная информация есть на официальном сайте администрации в разделе «Инициативное бюджетирование». Мария Динова, Никита Игнатьев, Кирилл Яранцев. Наши новости. В Госдуме на днях сообщили о неизбежности четырехдневной рабочей недели в России. Трудиться четыре дня в неделю вместо пяти станет реальностью для всех нас до конца десятилетия, уверены эксперты. Предполагается, что переход на четырехдневку позволит повысить производительность труда за счет того, что люди будут дольше отдыхать, восстановить свои силы, а отдохнув, будут активнее трудиться. Инициаторы четырехдневки утверждают, что годами ранее, а точнее сто лет назад, предприниматель Генри Форд на своих предприятиях сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда. Однако более трети россиян выступили против возможного введения четырехдневки. По данным исследования Суперджоп, россияне предполагают, что их доход снизится, ведь они будут работать меньше. При этом на уровне власти обсуждается идея о переводе на четырехдневку только женщин. А готовы ли жители Березняков начать уикенд на сутки раньше? Сегодня мы поинтересовались на улицах города. Я думаю, что это не надо делать. Да, почему? Ну, потому что сейчас и так не очень хорошее стабильное положение в связи с коронавирусом, с прививками. Как вы относитесь к четырехдневке для женщин? Ой, у кого дети не помешают. Вообще положительно, чтобы они больше отдыхали. Отлично. Женщине больше будет свободного времени заниматься детьми, уборкой, воспитанием. В Перми спасатели за неделю вытащили из воды пятерых нетрезвых пермяков. Все спасенные пытались переплыть к кому. Один смельчак, как он сам признался, решился на это ради девушки. Другая компания решила просто искупаться, спрыгнув с лодки. О других самых обсуждаемых новостях региона страны Верхнекамья по традиции расскажем в двух словах. Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты. По их мнению, в законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно повышать зарплаты в соответствии с инфляцией. Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также мрот и медианной зарплаты. Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Пермский край получит дотацию в 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Власти планируют направить деньги на закупку медикаментов, а также развитие ЖКХ и социальной инфраструктуры. Всего федеральное правительство направит в 55 регионов дотации на сумму 50 миллиардов рублей. Каждому региону достанутся безвозмездные выплаты от 300 миллионов рублей. Самую большую сумму получит Хабаровский край – 2 миллиарда рублей. Благодаря федеральной поддержке отремонтируют трассу Пермь-Березники. В целом, в текущем строительном сезоне в Прикане дополнительно отремонтируют 27 километров дорог регионального назначения. В нормативное состояние приведут участки трасс Пермь-Березники, Пермь-Ильинский, Чердый-Мыров, Горонозавод, граница Свердловской области, обход Чайковского. Напомним, в июне край с федерального бюджета на ремонт региональных автодорог дополнительно получил 400 миллионов рублей. В начале июля утвержден перечень из 37 участков трасс общей протяженностью 1913 километров. А у нас в доме газ. А у вас? При Камье продолжается прием заявок на бесплатное подведение газа до границ частных земельных участков. Пермский край стал одним из 15 субъектов России, вошедших в число пилотных регионов по обеспечению готовности к внедрению бесплатной газификации. Подать заявку могут жители всех газифицированных населенных пунктов в срок до 29 июля. Форму заявки можно скачать на сайте городской администрации в разделе «Городское хозяйство» или взять готовый бланк в территориальных отделах и фойе администрации города. К заявке необходимо приложить документ, подтверждающий право собственности на земельный участок или частный дом. Бланк заявления можно оставить в ящике обратной связи либо направить по электронной почте адрес сейчас на экране. Для обращений по вопросам заполнения и подачи заявок по бесплатной газификации работает горячая линия с номером 8 800 3104. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете адресовать их в администрацию Березняков по телефону 26 24 11. И еще полезная информация. Березняковские производители сельхозтоваров могут получить субсидии от государства. С 26 июля стартует прием документов по предоставлению субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Субсидии предоставляются на финансовое возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и или в году, предшествующем текущему финансовому году. Они должны быть связаны с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Максимальный размер субсидий – 500 тысяч рублей. При этом предпринимателям размещается до 50% от произведенных затрат. Прием документов на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 26 июля по 24 августа. Документы принимают в Управлении по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства. Тем временем в краевой столице подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» на примере компании корпорации «ПСС», занимающейся выпуском электротехнического оборудования, в том числе зарядных станций для электромобилей. Главным достижением стало сокращение времени на изготовление комплектующих деталей – 63 дней до 42. Для этого сотрудники предприятия совместно с региональным центром компетенции оптимизировали формирование и выдачу заказов, разработали и описали процесс коммуникации между подразделениями, ввели стандарты операции, обновили программное обеспечение. В итоге объем продукции увеличился на 12,5%, а также повысилось ее качество. Региональный центр компетенции провели изначально у нас диагностику. Сотрудники центра еженедельно работали с нашими проектантами, то есть был выделен руководитель проекта, была создана рабочая группа, были прописаны обязательные требования, что необходимо сделать, были прописаны целевые показатели по участкам и, соответственно, полное курирование сотрудниками РЦИ проекта, оно проводилось в течение полугода. В Прикамье в национальный проект производительность труда вовлечены 92 компании, еще порядка 20 проявляют заинтересованность. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что нацпроект производительность труда, утвержденный президентом Владимиром Путиным, нацелен на укрепление экономического состояния предприятий, сохранение стабильности в регионе, а значит и на повышение качества жизни людей здесь и сейчас. А сейчас вновь вернемся к событиям этого июльского дня. Оказывается, сегодня, 21 июля, родились такие известные люди, как Александр Македонский, Эрнест Хемингуэй и Михаил Задорнов. А какими событиями запомнился этот день жителям-верхняками, узнаем из рубрики «День в истории». В этот день ровно год назад настоящий геройский поступок совершил наш земляк. Дмитрий Луханин вытащил со дна реки ребенка. А все начиналось безобидно. 14-летний Костя со своими друзьями пошли на речку, загорали, купались, ныряли. А дальше мальчик проснулся только в больнице. Дмитрий, увидев, что парень на его глазах тонет, не медлил ни секунды и нырнул за ним в водоем. Тем самым спас ему жизнь. Спаситель подростка свой поступок подвигом, к слову говоря, не считал. Сказал, что так на его месте поступил бы каждый. Семь лет назад в июле мы рассказывали о том, как жители поселка Керчевский в Черденском районе решили увековечить имена солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Жители самостоятельно собрали 52 тысячи рублей, заказали памятник. На мемориале не просто были увековечены имена героев. Инициаторы постарались узнать максимум информации о них. Благодаря такой работе о подвигах своих предков узнали их родные. В этот день, ровно два года назад, наша телекомпания запустила серию материалов под рабочим заголовком «Наш человек» на форуме «Иволга». Тогда продюсер телекомпании «Свое ТВ» Наталья Луначева отправилась в Самарскую область на Мострюковские озера, чтобы в составе делегации Пермского края принять участие в крупнейшем молодежном форуме Приволжского федерального округа. Даже не подозревая, что поездка эта станет для нее, как и для всей телекомпании, можно сказать, судьбоносной. В тот год заявки на мероприятие подали 14 тысяч человек и только две тысячи лучших отправились на поляну, чтобы пройти учебную программу и побороться за грант. Шесть дней мы рассказывали вам о том, как проходил форум, а на седьмой сообщили важную новость – «Мы победили». Наш документальный исторический проект «Дорогами-верхниками» занял первое место в номинации «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание». Тогда на реализацию проекта был выделен максимальный грант – 300 тысяч рублей. А теперь о кинематографическом событии. В Краевой столице начались съемки девятого сезона популярного сериала «Реальные пацаны». К своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бельбер, Армен Бижанян, Марина Федункев. Режиссером нового сезона традиционно станет Жанна Кадникова. Премьера состоится в 2022 году. По сюжету Колян вернется в старую квартиру в доме грузчика, испытает на себе кризис среднего возраста и напишет автобиографию. Кроме того, Машка уйдет от Эдика, который проиграет все деньги, а у Вавана начнется после родовая депрессия. Съемки продлятся в течение трех месяцев. Антоха, это Антон Богданов, не будет сниматься в сериале. Сейчас он занимается сольным режиссерским проектом «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». Минута славы. Завершу сегодняшний выпуск новостей очень неожиданным и фееричным взлетом с ВТВ в топы Инстаграма. Известный российский комик Гарик Харламов с аудиторией в 9 миллионов подписчиков несколько часов назад выставил шуточное видео, в котором засветилась и наша телекомпания. На сегодняшний день уже половина съемок фестивального короткометражного фильма «Дима. Ты дурак? Позади». А именно дикторская подводка из уст моей коллеги, главного редактора и телекомпании, ведущей Анастасии Бауэр. Сказана она, конечно, была в новостном эфире СОВТВ совсем по другому поводу, но этот кусочек видео, видимо, вдохновил Гарика Харламова на очередную юмористическую миниатюру, которая, к слову, часто появляется в Инстаграме звезды Камеди Клаб. На этот раз Харламов подшутил над телеведущим, спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Честно, неожиданно, забавно и очень приятно. Внешное видео буквально за час набрало более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев. Многие отзывы, кстати, оставляли жители Березняков. И на этой позитивной ноте сегодня закончу. Хотите знать и видеть больше, подписывайтесь на СОВТВ в соцсетях, там всегда много интересного. Как, впрочем, в газете «Березняковские рабочие». Итак, читайте в свежем номере большую статью Юлии Томановской об открытии современной лаборатории, в которой будут проводить ПЦР-анализы на COVID-19. Кроме того, помощник прокурора города Березняки Екатерина Поткина рассказала, как вмешательство прокуратуры помогло восстановить справедливость. И другая, самая свежая актуальная информация на страницах газеты. А я на этом прощаюсь. С вами этот вечер среды провела Анастасия Шерстобитова. До завтра.